Практические советы, не теоретические. Яранкинская термокамер замечательная, но я не мог получить ответ. А если не по пословице, замарим телушка-полушка, да перевоз руль. Значит я не получил ни этого, ни другого. Поэтому у меня камера сделана самими руками, прямо на пансике. Значит они имеют высоту, тогда только начинали термокамеры, еще Смоленцев делал, еще ряд товарищей. В Москву я два раза летал на выставке, все это собирал, она у меня высотой вот такая. Тогда боялись все запаривания пчел. И полтора метра длина, и вот такая. Кассеты, вот те, которые везде показывают, все, я не делал, я кассеты купил. Сразу 10 штук, и все. Значит, обрабатывал я через термокамеру пасеки по количеству до 170 штук. Один. Составлял их всех в стеллаж пятиэтажный. Ну тогда я был несколько моложе. Что это такое? Первое, значит так, обрабатывать пчел от воротоза приходилось. Вот случайно заболел, пчел пасеков в 125 семей стоит на улице, а я в пластом лежу. Когда смог двигаться прочее, наступил ноябрь, 20 число. Значит, последнюю семью я стряхиваю в термокамеру, ну в кассету, значит, при температуре 27 ноября минус 27 градусов. Правда, я тогда маток не отыскивал. Сейчас я маток всех мечу и обязательно отыскиваю. Еще то, что уж говорили про маток, здесь справедливо. Будет плохо матка работать весной, а где вы весной не идете. Вот, это другой вопрос. Значит, термокамера сделана вся. Вот я еще говорю, все. Из материалов нужно. Древесная волокнистская плита, ДВП, наверное, оргалитка только раньше его называли. И чтобы мы на санке могли пилить рейку, скажем, ну 30 на 40 от ваших. Если кому-то захочется увидеть своими глазами, в понедельник я уже буду на Пасеке, Колыванский район, Южино. Там дедушку Александру Сергеевичу все собаки знают, не только все люди. Я там с 1957 года безвыездную живу. Вот. Поэтому, пожалуйста, я приму все. Хоть вот все вот такая рова привели, я вам еще покажу все это, все, все. Но я еще не обрабатываю, рано еще. Не потому, что расплоды уже нет. А при термообработке другие мероприятия можно сделать. Пчелы уже не должны возвращаться на свои места, где они были стоят. Я буду объединять пчел, отводок и так далее. Трудоемко ли это? Не очень. Вот вы посмотрите, значит, в то время, ну я еще раз говорю, я значительно моложе был, но у меня была норма. Я вставал в 6 утра и ложился, когда уже за 12, очень мало. Но 10 семей, стоящих на улице, я брал, взвешивал, выравнил с точностью до 50 грамм, а предварительно я по диагонали 10 семей стягивал, тюрктыру и получал. Какой же у меня средний получится вес семьи, можно мне сделать. Бывало так, что в годы, что когда у меня, наоборот, например, стояло, я за это время 3-4 семьи добавлял. Мне не надо. У нас в Сибири, где у меня пальцы, как раз положено, семьи весом больше, чем 2 килограмма, 1,8 кг. Нет смысла. Ивовых мало, а весенних медоносок еще кто у нас. Адыванчики тот когда поделал. Медуница есть, а кто в тень полезет, за них. Понимаете, вот все и так далее. То есть, все это можно сделать, этого бояться не надо. Сделано приспособление, что я страхиваю пчум. Я сначала даже сделал под дно это приспособление, грел два кирпича, и туда, значит, ну, это на листу металла, перемещать во пасеке снег же уже. Бывало, что и очень приличный снег. Вот. Кирпичи грел. А потом получалось наоборот. Если у меня руки замерзли, я крышку эту подвигаю, руки туда возле кассеты покрычу. Кирпичи грел. Кирпичи грел. Очень много здесь между ночью. Ну, да. Василек, да? Штуки 3, а я не знаю, не могу сказать. Василек, не Василек. Конечно. Много такого. Кирпичи грел. Субтитры сделал DimaTorzok